Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга, так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 28 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на вечер 28 апреля превысило 93 500 человек. За прошлые сутки оно выросло на рекордные 6411 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 867 человек. Также выздоровели 8456 человек. За сутки число выздоровевших превысило 1110 человек. В Москве умерли еще 44 человека, у которых выявили коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в столице скончались 479 пациентов с подтвержденным COVID-19. В Московской области сохранят режим самоизоляции на майских праздниках, заявил глава региона Андрей Воробьев. Накануне Воробьев также извинился перед жителями региона за задержки в работе скорой помощи. Он объяснил, что на врачей скорой ложится многократно возросшая нагрузка из-за коронавируса, что затрудняет оперативную работу. По его словам, за три ночи на прошлой неделе в Подмосковье госпитализировали до 800 человек с пневмонией, а за сутки одна машина проезжает 600 километров по сравнению со 150 километрами ранее. Даже после снятия ограничений на полеты пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова уточнила, что эти же рекомендации можно будет использовать и на других видах транспорта. Частная медицинская компания Invitro во второй половине мая начнет тестирование на антитела к вирусу, вызывающему коронавирус COVID-19. Тест будет стоить от 950 до 3500 рублей, без учета стоимости взятия биоматериала, в зависимости от его типа. Его смогут сделать абсолютно любой желающий, если у них нет симптомов ОРВИ. Срок выполнения – двое суток. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что правительство может обязать аптеки иметь в продаже медицинские и гигиенические маски. Замминистра добавил, что ежесуточно в России производят 8 миллионов масок, а из Китая в апреле в страну привезли около 100 тысяч подобных изделий. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным университета Хопкинса, остаются США – 988 тысяч человек. Испания находится на втором месте – 229 тысяч 400 человек, Италия – на третьем – 199 тысяч человек, Франция – на четвертом – 165 тысяч человек, Германия – на пятом – 158 тысяч человек. Россия 28 апреля обогнала Китай по числу заболевших и вышла на восьмую строчку. Эксперты ООН спрогнозировали исторический уровень безработицы и бедности в мире после кризиса, который вызвала пандемия. Уже во втором квартале 2020 года без работы могут остаться 195 миллионов человек. Возвращения к старой нормальности не будет, говорится в докладе организации. Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России. По их мнению, вспышка коронавирусной инфекции в России завершится к 20 июня. Расчеты показали, что уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% – 28 мая, 100% – 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет. Экономический советник Белого дома Питер Навара обвинил Китай в поставках некачественных тестов на антитела к коронавирусу. По его мнению, Китай извлекает выгоду из ситуации с пандемией. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлицеа, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц от 5 до 10 миллионов рублей. Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга. Так что оставайтесь дома, дома лучше всего.